Сегодня речь пойдет про целлюлит. Целлюлит на ногах и на бедрах. Я расскажу, что же это такое на самом деле, каковы причины, которые приводят к образованию целлюлита, ну и как от него избавиться. Эта моя лекция будет важна не только тем, у кого уже есть целлюлит, но и тем, у кого его еще пока нет. Для того, чтобы вы знали причины его образования и не допустили его в будущем у себя. Помните, что не допустить всегда проще, чем лечить. Целлюлит это всегда следствие хронических проблем организма. Образуется он за годы, а не мгновенно, и избавиться от него мгновенно тоже не получится. Для этого нужно время, труд и знание. Знание я вам сейчас дам, и если вы не будете лениться, то все у вас получится однозначно. Целлюлит это не совсем жир, это больше атрофия мышц, которые расположены под кожей. Вообще, существует две глобальные причины образования целлюлита. Во-первых, это молочный сахар галактоза, который образовался из лактозы. Об этом я подробнее рассказываю в моей лекции про молоко, если захотите, потом посмотрите, ссылка будет в описании. Ну и во-вторых, конечно же, это быстрые сахара, моносахариды, глюкоза, фруктоза. Теперь несколько секунд анатомии. Под кожей есть специфическая соединительная ткань, которая называется фасция. Под ней расположен жир, ну а под ним мышцы. При целлюлите увеличивается жировой слой, клетки жира становятся больше. Фасция при этом растягивается, разъезжается, почти разрывается. Жир выпячивается в некоторых местах в слоях наиболее тонкой фасции. И тогда на коже образуется рябь, как бы апельсиновая корка. А из-за атрофических мышц вся конструкция становится дряхлой, рыхлой, как бы отвисает. Итак, дело в увеличении жировых клеток и в растяжении и деформации фасции. Но главная проблема именно в атрофии мышц. В мышцах, которые потеряли нужный тонус. Чтобы привести мышцы в тонус, а это обязательное условие победы над целлюлитом, недостаточно простых двухмерных упражнений. Нужны многомерные. И нагрузка нужна на все 90 мышц низа тела, от бедер и до ног. Найдите, узнайте у хорошего тренера, какие именно нужны упражнения, чтобы привести все мышцы в тонус. Но общий принцип всегда такой. Три подхода к каждому упражнению по 10-15 повторений. С отдыхом между ними по 1-2 минуты. Это очень важно. Вам также важно знать еще один очень важный момент. Если человек быстро набирает вес, а потом быстро худеет, то есть избавляется от жира на обычных любых диетах, а потом опять набирает жир, то такая тренировка всегда приводит к целлюлиту. Это происходит потому, что фасция растягивается слишком сильно, а мышцы атрофированы. И потому получается вот такой эффект апельсиновой корки. При менопаузе физическая активность, как правило, падает, и ситуация ухудшается. Конечно, если питание остается таким же, как и прежде. А с чего же все начинается? А помните такую песню «Бутылка кефира Полбатона»? С этого и начинается. Вот с такого питания. Помните советские старые фильмы, где, скажем, малярши перекусывали в обеденный перерыв? То же самое. Вот вам самое страшное для целлюлита комбинация. Еще очень важный момент, который вы должны знать. При избавлении от жира, мы избавляемся от самого жира, а не от количества жировых клеток. Их количество остается тем же. А они у вас хорошо натренированы и готовы принять новую порцию жира. И потому питание нужно поменять раз и навсегда. Итак, мы подошли к самому главному. Чтобы убрать причины образования жира и целлюлита, нужно, во-первых, уменьшить количество инсулина, производимого поджелудочной железой. Пока вы не снизите количество инсулина, вы не уберете целлюлит. Как же это сделать? Кардинально изменить питание, убрать все быстрые углеводы, сахара, убрать вареные крахмалы. Нужно применять интервальное голодание 6-18. Об этом я в прошлых своих видео во многих говорил, объяснял. Перейти на веганскую кетодиету или низкомолекулярную с небольшим количеством углеводов и только длинных, не быстро. Разумеется, овощи, зелень необходимы. В этой связи смотрите обязательно два моих видео. Как убрать жир, живот, бока. И второе видео. Кетопитание, веганская кетодиета. Внимание, несколько секунд объявления. Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Во-вторых, нужно сделать фасцию более упругой. Его контролирует гормон роста. Про него я сделаю обязательно отдельное видео. Этот гормон уникален. Он борется со старением, он продлевает молодость, он улучшает кожу и волосы. Он позитивно действует на омоложение всего организма. Но примерно с 25 лет его организм синтезируется в меньших и меньших количествах. Потому правильно говорят, что уже с 25 лет дело начинает идти к старости. Так вот, не только для того, чтобы избавиться от целлюлита, а для того, чтобы омолодить свой организм, необходимо заставить организм вырабатывать гормон роста естественным путем. А это сделать можно. Так каким же образом можно это сделать? Во-первых, физическая активность, специальные упражнения, упражнения на все мышцы групп организма, где есть целлюлит. Физическая активная работа стимулирует выработку гормона роста. Но для того, чтобы избавиться от целлюлита, нужна короткая и интенсивная нагрузка. До 4 подходов в день. Нагрузка и отдых. По питанию в идеале ввести свой рацион яичные желтки. Потому что там есть, во-первых, все незаменимые аминокислоты. Не высокомолекулярные белки в желтке содержатся, они в белке содержатся. А именно низкомолекулярные полипептидные цепочки. Но все аминокислоты, в том числе те, которые необходимы для активного синтеза гормона роста, это в первую очередь аргинин и трептофан. Ну и лизин в том числе. Кстати, эти аминокислоты можно принимать и отдельно, покупая, скажем, в аптеке. Также в желтке есть и омега-3 жирные кислоты, и витамины многие, в том числе D3. Поэтому это уникальный продукт. Но помните, что яйца должны быть от кур, которые не были на птицефабриках, не кормились комбикормами с антибиотиками и гормонами, а должны быть на свободном выпасе. Ну и, конечно, очень важный этический вопрос, для кого он, конечно же, имеет значение. Если захотите эту тему понять глубже, обязательно посмотрите мое видео «Яйца». А также непременно потребляйте конопляный протеин, потому что там есть тоже все незаменимые аминокислоты и очень большое количество аргинина и трептофана. И еще раз повторю, что именно эти аминокислоты заставляют организм синтезировать гормон роста. Но если вам уже за 25 лет, и вы будете есть 5-6 раз в день, то вы никогда не заставите свой организм синтезировать гормон роста. Для этого необходимо интервальное голодание. А если гормон роста не будет синтезироваться, то вы никогда не уберете свой целлюлит, что бы вы и как бы вы ни делали, и что бы вы ни ели. Помимо физической работы и специальных упражнений, необходимы прогулки на свежем воздухе не менее 10 тысяч шагов в день. Физическая работа в спортзале или на грядках не считается. В-третьих, нужно снизить кортизол и убрать стрессы. Этот гормон разрушителен для мышц. Также знайте, что при стрессе инсулина будет много, а гормона роста мало. Что же делать? Убрать стрессы, больше спать. Кстати, обязателен сон в глубокой фазе сна с 23.00 до 3 утра. Только в этот период вырабатывается и в полной кромешной тьме, в полной мере вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует в том числе другие гормоны организма. Это еще и гормон противораковой, и много других у него функций и задач, а не только для того, чтобы дети росли, как многие люди думают. Итак, полноценный сон. Помимо этого, необходимо принимать витамин D3. Обязательно посмотрите вот это мое видео про витамины группы D. Там очень важная информация. Учтите это обязательно. И обязательно посмотрите мое видео про яблочный уксус. Поверьте, я не просто так вам говорю посмотреть то или иное мое видео. И желательно законспектировать, чтобы вы все поняли, у вас осталась памятка навсегда. Возможно, она, эта памятка, поможет вашим знакомым, там детям, близким. И не впустую вы проведете этот труд. Так, идем дальше. Про прогулки на свежем воздухе не менее 10 тысяч шагов в сутки я уже говорил. Так вот, в-четвертых, нужно снизить эстрогены. И этот гормон производит жир. Если у вас толстые бедра, то значит эстрогены у вас больше нормы. Так как же его снизить? Ну, во-первых, перестать есть высокомолекулярные животные белки. В первую очередь, тех животных, которые выращивали на гормонах, в свою очередь, как, например, кур на птицефабриках. Во-вторую очередь, есть больше крестоцветных. Это разные виды капусты, листья горчицы и так далее. Больше есть зелени. Обязательно введите в рацион питания проростки брокколи. Посмотрите вот это мое ценнейшее видео. Учтите это. Еще один мой совет. Введите в рацион питания куркуму с черным перцем. Но обязательно правильную куркуму с высоким содержанием куркумина. Иначе смысла нет никакого. Посмотрите вот это мое видео про куркуму и черный перец. Квашеная капуста также будет хороша и кстати. Необходимо оздоровить печень. Без этого вы не уберете целлюлит. Я советую проходить любому человеку два раза в год антипаразитарную программу. И, конечно же, эта программа не только антипаразитарная, она еще и гепатопротекторная. То есть, восстанавливает клетки печени гепатоциты. Для печени также хороша расторопша. Обязательно посмотрите вот эти два моих видео. Как узнать, что печень больна и печень поджелудочная, желчный пузырь. Таким образом, проблему целлюлита однозначно можно решить на 100%. Но на это уйдет время и труд. Время примерно 1-2 года. Если у вас уже менопауза, то может уйти чуть больше 2-3 года. Не получается быстро? Не видите быстрых резких изменений? Не опускайте руки. Так и должно быть. Итак, подведем итог. Низкокалорийная диета без быстрых углеводов. Больше овощей и зелени крестоцветных. Проростка в брокколи. Интервальное голодание 6-18. Веганская кето-диета тоже подойдет. Или правильное веганское сыроедение без дефицита каких-либо аминокислот и других питательных веществ. А для этого я очень советую ввести в рацион питания обязательно фукус гелеобразной форме натив. И только такой. Дикую спирулину и только дикую. Хлореллу. Обязательно дигидрокварцетин. Посмотрите непременно это видео. Это очень важно. Диатомит, органический кремний, Т8 экстра. Не обязательно, но желательно. Необходимые физические упражнения и физическая активность весь день. Про биостимулятор ИР-1 изучите информацию на моем сайте надгард.ру. Если есть проблемы с кишечником, обязательно наведите в нем порядок. Смотрите мое видео «Синдром раздраженного дырявого кишечника». В этом случае потребляйте пропионовые бактерии ИВИТЭ. Они также есть на нашем сайте. Водородная вода не только мощнейший антиоксидант, но и важный фактор правильного обмена веществ. Обязательно приведите свои гормоны в норму. Особенно это важно для тех, у кого уже менопауза. Прочтите внимательно у нас на сайте про этот товар «Огневка Прима для женщин». Применяйте этот препарат. Плюс к нему маточное молочко, что в идеале. А также на будущее прочтите информацию, которая изложена под товаром «Огневка Про». Ну что ж, дорогие товарищи, на этом сегодня все. Я надеюсь, данное видео было вам очень полезно, информативно, необходимо. Ну, тогда поддержите мой канал, ставьте лайки. И подпишитесь, кто этого еще не сделал, на мой канал. Рядом с подпиской поставьте колокольчик, нажмите, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и, соответственно, если вам они будут интересны, то вы их посмотрите. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи. Вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране, поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.